За прошедшие сутки российские захватчики шли в атаку на шести направлениях. Горячее всего у Авдеевки, которую враг пытается безуспешно окружить. Всего за сутки состояло 75 боевых столкновений. В зоне ответственности оперативно-стратической группировки Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. И сейчас давайте внимательно посмотрим на карту, что происходит в самых горячих точках на линии фронта. И начнем с Северского и Слобожанского направления. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающее направление, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы Хортица на Купинском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. И далее посмотрим, что происходит на Лиманском направлении. Тут враг наступательных штурмовых действий не вел. На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника у Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, Донецкой области. А вот на Авдеевском направлении группа Таврия, направлении украинские защитники, продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степнова, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского. Это Донецкая область. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Там отражено 4 атаки. В нашем актерском направлении нашим защитникам была отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области. Также все атаки были отбиты на Запорожском направлении, западнее Вербова и Работина. В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Истощают врага вдоль всей линии фронта. И перенесемся на юг, посмотрим, что происходит там. Так вот, на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятие по расширению Плодстарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.